Друзья, всем привет! И снова мы в стране СССР, в которой чего только не было. А чего-то в ней не было-то. Ну, много в ней чего не было. Вот не было Wi-Fi, цифровой техники, не было автомобилей Bentley, олигархов в ней не было. Да в общем много чего. Ну, там был Брежнев с медальками такими вот был. Потом телевизор такой был, там плоскогубцами можно было вот так переключать. Там на телевизоре было 6 каналов, а показывало только 2. Да. А кроме того, кроме Брежнева, кроме телевизоров с переключением плоскогубцами, там было на самом деле много хорошего, о чем вы, конечно, Марат, в силу вашего возраста, знать просто не можете. Там было много стабильности, много уверенности в завтрашнем дне, такого просто спокойствия, дружбы и такого оффлайна, как сейчас можно сказать. Да-да, не было компьютеров, самое главное. Кстати, мы сейчас находимся в зале, где компьютеры. Да, и никаких слов оффлайн там не было. Да, собственных слов-то не было. А ты чего так разоделся-то? Друзья, сегодня я, наконец, буду тем, кем хотел, мечтал стать всю жизнь. Я буду чиновником, советским чиновником. Ты так-то на Фредди Крюгера похож. Субтитры создавал DimaTorzok Да-да. Ты о чем тут замечтался? Как о чем? Мне конец рабочего дня, все, мне пора, домой, к детям. Ты так-то, Фредди, посмотри на стену. Я стою с директором музея Ириной Светоносовой, у которой я обещал вызнать несколько каверных вопросов. Но те вопросы, которые я хотел, уже меркнут перед главным вопросом. Ирина, скажите, почему вот у вас настолько красиво, очаровательный вид, с чем это все связано, вот это вот все? Ну я же в Советском Союзе родилась, выросла, и как бы, собственно, оттуда мы все родом. А что, я вот в образе, пожалуйста. А в образе кого вы сейчас? В образе советской женщины, которая... То есть, в перерывы между сдачей стеклотары и покупкой редкой, дефицитной туалетной бумаги, еще успела забежать на конкурс красоты, первый советский, да, такая, мисс СССР. Нет, в конкурс красоты я в купальничке должна быть, там уже такое было, в советской это время. А купальничек у меня там внизу. Его не видно, он спрятан. На самом деле, мы откроем маленький секрет, женщина в купальнике была в советское время куда меньше ценностью, чем женщина вот с таким набором большим туалетной бумаги. Это вообще бы мне сейчас шли все и завидовали, понимаете? Вам бы сейчас 5 предложений о замужестве поступило бы. Чтобы совсем по-советски было, надо газетками. Да. Сначала почитать. То есть, вот, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев, да, у нас тут на стене висит, это как раз из серии советских газет. Сходить в туалет с Горбачевым. Потом сможете сказать, я был в туалет с Горбачевым. Политическая программа у нас немножко получается. Конечно, политическая. Мы же находимся в музее СССР. Кстати, на мне находится толстовка, которую вы всегда можете купить в этом замечательном музее. Да, тебе очень идет. Спасибо. Но сейчас речь не об этом. А унисекс. Чекушки, да. Чекушки. Ведь, если разобраться, на эту вот, на сданную стеклотару можно было купить столько напитков в советское время. Сколько? Много. Я вот такие-то таскал авоськи много-много раз в своей молодости. И я только мороженое покупала и газировку покупала. Мне хватало. И это, кстати, было не стыдно. Сходить и сдать бутылки. Да, это вообще было зачетно. Можно было сдать одну или две бутылки, купить одну мороженку, сходить в кино. А ты помнишь, как очереди стояли, где бутылки принимали? Я помню ли я эти очереди, друзья мои? Я родился и вырос в этих очередях. Ну и, кстати, да. Вот все с такими авоськами ходили. Пакетов-то не было. Да, да. Но, между прочим, как это экологично было. Ведь в Советском Союзе ничего не знали о загрязнении пластиком. По лесам не было вот этих вот бесчисленных количеств пакетов различных, там, всяких мешков, которые будут 300 лет сгнивать, в отличие от нас, которые через 100 лет уже исчезнуты. А еще такой вопрос. Куда нести и как относиться к экспонатам, которые находятся в музее? Нести надо на Чебышева 4. Это перекресток Ленина Восточный. Это самый центр, на самом деле никто... Мы недалеко находимся, найти нас несложно. Хотя это все-таки секретное место. Работаем мы каждый день с 12 до 6. Или звоните, записывайтесь на индивидуальные экскурсии и посещения. Я очень рада, когда люди фотографируются, берут в руки, изучают. Потому что вот через тактильные такие вещи максимальное погружение и происходит. И это сильно захватывает. Это больше эмоций от этого получаешь, кайфуешь больше. Но ломать не надо, ронять не надо. Забирать с собой на память тоже не надо. Наверное, многие с этим вопросом приходят сюда и уходят с ним. То есть они стесняются его задать, но я задам его. А ты не стесняешься? Я не стесняюсь его задать. А ты ничего не стесняешься? Такой вопрос у меня есть. Вот здесь много чего представлено. Я думаю, в других музеях самой лучшей страны это есть. Но тут нету вот... Из моих воспоминаний, тут должна быть ванная комната. И каждый посетитель должен иметь возможность в ванну и поиграть с советскими игрушками. Почему этой комнаты нет? Уточки надо, да? Уточки это уже более поздняя эпоха. Там такая мельница была у меня, там водичка лилась и она как бы крутилась. Так это крутое, какое-то крутое детство. У меня не было мельницы. Я помню, что у меня в ванной такая деревянная полка стояла, куда ставили тазик, чтобы было удобно стирать. Сейчас таких практически нет, потому что все стирают в машинках стиральных. Ванна, ну ванна есть в планах, она будет когда-нибудь. Чтобы дети могли прийти. Помыться. Такие, как я, помыться и поиграть. Прям в ванной. Прям в ванной. С советскими игрушками, да. Да, да. И чтобы шампунь был, да, еще советский. А я еще предлагаю найти аттракцион. Женщинам давать мыло, чтобы они его терли на терке и постирать от каких-нибудь тряпочек. Ну, чтобы совсем, да, погружение было. Честно, удивительное у Ирины детство. У меня были игрушки, а у нее терки и тазики. У меня были игрушки, только я в ванной не помню, чем играла. Мыло и тазик. И терка. И терка. Нет, кстати, вот у меня в детстве не было такой ситуации, чтобы я терла мыло для стирки. Для стиральной машины. То есть мы пользовались порошком. Это был дебильный порошок какой-то противный. Ну, такой, знаете, комками еще. Это в бумажных упаковках. Но это мне рассказывали абсолютно реальная история. То есть про мыло и терку. Так-то, Ирина, тебе к психологу надо? Да, почему? Ну, у тебя такое детство. Я думала, у меня тяжелое. Ирина, вот когда попадаешь в такие помещения музея, как это, во-первых, сразу возникает масса ассоциаций с катастрофами, с Чернобылем, со Сталкерами. Какое вообще по вашему плану, что здесь должно находиться, как это все объяснить? Да, проще всего нам было лень делать ремонт. И мы решили сделать Чернобыль. Потому что когда разруха у всех ассоциируется с заброшенным помещением, с заброшенным городом, города-призраки. Не, на самом деле идея с Чернобылем очень живучая. Ее любят все. Здесь никогда не пустует комната. Мы попытались воспроизвести... Даже сейчас. Даже сейчас, да. Вот сейчас мы здесь и находимся, и тестируем эту комнату в 150-й раз. Здесь есть вырезки из газет того времени, где рассказывается о Чернобыльской аварии. Здесь есть противогазы, мы знаем, да, тогда в то время почему-то решили, что противогазы помогут от радиации. Ну, впервые было. Это очень просто объясняется, потому что в Советском Союзе часто была видимость, забота о людях, а на самом деле просто было какое-то мифическое такое прикрытие, что вам это поможет, вас это спасет. То есть часто вместо противогазов, например, просто одевали вот эти вот намордники, респираторы, да, которые еще меньше могли помочь человеку, но, как бы, видимость защиты создавалась. Ну, в общем, тема, конечно, не совсем веселая, но мы считаем, что... Но и веселая. Но и веселая, да. Есть грустная, есть немножко веселая. Времени-то много прошло, сейчас уже там нет никакой радиации, монстров нет, как дети считают. Я бы так не согласился. Что, есть монстры? Есть монстры, да. Есть монстры. Я детям буду рассказывать, что да, есть там монстры, я наоборот пытаюсь их не пугать. Это микрофон, да, это микрофон. Это для Фредди Меркури такой. Вообще, что сейчас вот находится у меня на шее, оттягивая меня двумя килограммами своего веса? Что это такое? Это прибор для измерения уровня радиации, он настоящий, военный. Есть тут наушники, у тебя тут болтается, можно их одеть. Они прямо так вот с намордничком. Сейчас я наконец испытаю то, что не испытал в армии, это каково быть военнослужащим в войсках РХБЗ, радиохимической и бактериологической защиты. Попробуем его одеть правильно. Не быть вам в армии, не возьмут вас в армии, нет, через ушки. Через ушки, а я через что? Вот так вот. А, это как бы, это снизу что ли? Вот так? Это как? Ну ты еще противогаз надень по-другому. Нет, противогаз там по-другому не одеть. Вот это вот под шею, под горло, под горло. Под горло, да? Ага. Видите, сколько тонкостей, да? Ну я так думаю. Прибор поднес и все. Не, я так думаю. Во! Во! Первый, первый, а второй? Как слышно? Прием. Прием. Раз, раз, раз. А, друзья, это настоящий, лучше давить, армейский прибор для определения, точного определения уровня радиации. Вот здесь даже есть интересная шкала такая. Мы узнаем, что нормы зараженности, скажем, для хлеба в виде буханки 4 микрорентгена в час. Вот так вот. Я вот копил, копил эти экспонаты, теперь вот тебе их приношу. Я хотел открыть музей Советского Союза в Екатеринбурге. Как так получилось, что как бы ты украла мою идею? Я специально старалась, да. У меня на самом деле очередь из таких людей, которые хотели открыть музей советского быта, но не смогли по каким-то причинам. И очень сильно на меня за это обижаются. То есть несут, да, вещи? Вещи несут, да. И периодически говорят, что да, это я хотела открыть музей, а почему я не открыл? Ну вот. А яйца кидал с балкона. И яйца кидал. Еще такой из-за ригами я эти коробочки такие делал. То есть вот туда воду наливаешь и кому-нибудь в голову кидаешь. Попадала? Мне попадала. А мы один раз с подружками кидали с балкона яйца и попали в женщину. Она потом у нас бегала и искала. И знаешь, такие еще балконы были, у них снизу дырки, ну, не плотно. Прячешься на таком балконе, думаешь, ты спрятался, а тебя-то видно. Они-то за решетчиной были, то есть вас видно было в итоге. Просвечивало. Да, да, да. Наивные советские дети. Я один раз с братом позвонил в пожарную, вот. И мы там, ну, что-то сказали и пошли кушать. Потом зазвонил телефон, дедушка поговорил, вернулся и надавал нам подзатыльников. Как они определили, я так и не знаю. Ну вот, я как доктор Мартин, квалифицированный психиатр, могу сказать, что вот наблюдая за этим разговором, я понял, что, в общем, вот этой группе людей пора действительно как бы на серьезное лечение. Особенно вот эти броски, значит, яиц в людей, значит, звонки пожарным, спецслужбы. Вот сидишь, вот это маленький такой, короче, ванной, вот так вот. Сейчас попробую показать. Ты сейчас прямо как ты в ванне будешь показывать, да? Ну вот ванной, к сожалению... Друзья, я боюсь, нам придется это вырезать, конечно. Сидишь там такой, как бы, из крана течет вода, и такая штука, мельница. Что за штука? Ты показал так это? Ну ладно, есть пресс. Вот такая вот. Вот такая. Это как бы извращение целесо. Анисоциальное. Специально. Я не понимаю, как можно... Это 18+. Как можно неизвращенно понимать вот эти вот там вот это вот. Ну вот шампунь в виде пингвина. У него крышка была с мордочкой пингвинов, с таким носиком, и там какая-то погремушка была. Вот. Пожалуйста, исполнила советскую игрушку. То есть она плавала, мыла. Да, гремела. Гремела. И сейчас еще экспонатом стало. Всплывала, если пустая. Ну вот я и хотел сказать, что такой комнаты-то не хватает. То есть человек мог бы зайти, раздеться и, в принципе, принять ванну с детскими советскими игрушками. Да, в ванной должно быть обязательно... На вешалке... В ванной должно быть обязательно висеть веревка, на ней сушится белье, тазик должен висеть. Ну это больное детство. Мыло, тазик, этерка. А что ты тазик-то? Как ты носки каждый раз будешь стирать в машинке стиральной? Нет, я хотел, чтобы все-таки детская ванная была. У меня не было, я в детстве не стирал ничего. Да ты и не имулся, наверное. Вот эта тоска по ванной говорит человеку, которого явно как бы в детстве было... Он был лишен просто нормальной возможности помыться. Нет, стирать я не стирал в детстве. То есть я умылся там, играл. А ты брился в детстве? Нет, меня не заставляли стирать в детстве. Нет, у нас недавно было обсуждение в фейсбуке по поводу ванной. То есть помывочный день, что происходило? Машинку стирали, мы подключали, наливали воду. И все белье, которое было в квартире за неделю копилось, все это стирали в один день. Потому что это хлопотно. А мы сейчас так же делаем. Нет, ну сейчас мы носки накопили, бросили в машинку, постирали, бросили там, посушили. А почему носки, например, в машинке раньше не стирали? Я вот хочу этот вопрос даже не к Ирине адресовать, а к Марану. Я готов ответить. А к эксперту по советскому... По носкам. ...прошлому и по стирке носков. Я на самом деле в шоке как бы от Ирины. А у меня ожидал. А у нее как бы что-то в стирку, да в стирку несет. А у меня как-то ванна... А у меня детство как-то ассоциировалось с ванной. Здесь и вторых только один нормальный человек, который ни о носках не думает, ни о стирках, ни о ваннах. Я просто живу, но и все хорошо. Нет, игрушки у меня были в ванной, но о стирке я не думал никогда. Но то, что у тебя утята были, мы уже сейчас установили, конечно. Это понятно, да, но о стирке я не думал Ирина никогда в детстве. Но у тебя мама потому что стирала, и ты, наверное... А ты, наверное, растирала и за себя, и за маму. Почему? Нет, это процесс, в котором все участвовали. Это творческий процесс. Творческий большой процесс. Вся семья была в это включена. То есть мама стирает, я развешиваю, достаем, что-то там в центрифуге развешиваешь, потом быстро снимаешь. Это круто, Марат. С белья все капало, на полу там какие-то еще тряпки лежат, которые белье. Ну, это весело было. Да, и в конце концов это было весело. Но наш друг просто был лишен вот этой главной радости советского прошлого. Почему у него и ностальгии-то по советскому опыту нет? Ну, можно я это добавлю? Может быть, это господа подписчики там в комментариях ответят, кто из нас все-таки прав. Мне кажется, что-то как бы я один здесь здоровый. В детстве такое воспринимание было. То есть меня с утра кормили? А утром нет. А, подожди, не так. Сам на туфель. Сам поржал, сам пошутил. Я сам. Сам запорол съемку, меня другая. Ну, воспоминания... Марат Луврович. И Алексей Музеевич. В общем, такое воспоминание у меня есть в детстве. Меня утром кормили. А вечером нет. Вот. А потом... Я-то, я-то правду знаю, как было за кадром. Тут как бы можно и стоп уже сделать, потому что мы уже много установили, что у Марата было прошлое тяжелое, вот это детство, да? Что у Марата было тяжелое? Ну, что его еще и не докармливали, как бы. Он же в садике ел. Я теперь понимаю, почему 25 килограмм весит, когда ты 35 лет? Да. Сколько ему? 35. 35. Килограмм тоже 35. Да. Ну, очень удобно считать. Один год, один килограмм, да. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марат Лурович, расскажите вот про телевизор, про его конструкцию, про его значение в вашей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что ты можешь про телевизор, я хотя бы рассказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала черно-белые телевизоры, потом цветные. Я помню действительно, как бы, как мы вот нашей семьей, у нас был очень маленький переносной телевизор, черно-белый. Вот, экранчик был вот такой вот. И потом, в какой-то момент, значит, нам удалось моим родителям приобрести примерно вот такого размера уже цветной телевизор. И это был, конечно, шаг вперед. Это были ламповые телевизоры, они жутко нагревались, достаточно такой сильный гул производили, но это был кайф. Но был один большой-большой минус в этих цветных ламповых телевизорах. Вы знаете, Марат, какие-то были проблемы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Анна Цуканова, напиши, пожалуйста. Дело было не Ване Цукановой, они часто загорались. И в советские годы, кстати, пожаров, я считаю, было намного больше, потому что мимо нашего дома пожарные ездили очень часто. А вот сейчас, в том же самом районе, я их вижу, слава богу, очень-очень редко. И, возможно, это вот проблема с телевизорами. Но почему-то горели именно цветные телевизоры. Про черно-белые считалось, что они очень безопасны. Товарищи, сейчас у Алексея Музеевича мы узнаем, где мы находимся. Что за новая комната, Алексей Музеевич, расскажите. Слышь, Контра, вопросы здесь задаю я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У каждого советского человека была одна очень большая тайна. Да, у меня одна тайна такая есть с советских времен, она хранится у меня. Но вот я как бы решил ей поделиться, не зная, то есть, расстреляют меня за измену или нет. Но тайна такая. Бурныши мост подожгли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, такая трагическая музыка. Она говорит о том, что как было в советское время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего другого мы и не ожидали. Поэтому вот вам, Марат Бородович, чисто лист бумаги. Пишите признательное. Пишите-ка чистосердечное признание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было пристрелить его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы с вами провели большую и достаточно интересную экскурсию по замечательному музею советского быта, сделанному в СССР, который находится в Екатеринбурге на Чебушево-4. С вами был Алексей Музеевич. Марат Луврович. И телепрограмма «Вжуть». Смотрите наши следующие выпуски. Мы крутые ребята. Они обязательно будут. Астала виста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина, а что пианино-то все в крови? А вот почему? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА